Здравствуйте! Прошу внимания! Мы начинаем после матча пресс-конференцию с участием главных тренеров команд Хоккейный клуб Северска, Челеповец, Гурятов, Александр Вячеславович, Хоккейный клуб СССР, Никитин Игорь Валерьевич, традицию слова нашим гостям. Ваши комментарии? Ладно, длительная пауза в связи с Олимпиадой, где-то может быть, она не ты на пользу, чтобы ребята восстановились. То есть тяжелого чемпионата, но где-то может она играет другую роль, что убиваешься из игрового ритма. Сегодня игра показала ЦСКА, то есть первый период мы практически ничего не могли сделать. Один бросок у нас был в 12-й минуте, поворотом. Спасло только то, что мы потом поиграли в большинстве, и то не шатко не вал. Ну, потихоньку по игре, да, ЦСКА нас давило, но мы хорошо оборонялись. Где-то они, может быть, не использовали свои моменты, мы в свою очередь свои использовали. Нам эти три очка, как воздух, наверное, все знаете нашу ситуацию. Так что хочу всегда поблагодарить за игру, готовность к последнему матчу. Спасибо. Еще отдельно хочу положить болельщиков, сегодня хороший десант приехал, то есть молодцы, спасибо. Спасибо. Игорь Валерьевич, Ваши комментарии? Ну да, тоже и болельщиков своих поблагодарить, конечно, не порадовали. Благодарить за поддержку команду соперника с победой. Ключевые, наверное, слова, что три очка им нужны были, как воздух. У нас, скажем так, наверное, преимущество было, но оно без такого, без накала, без завершения, где-то ошиблись, соперник наказал. Сил, скажем так, переломить, добавить, что-то кардинально поменять не было. Ну, мы готовимся, готовимся к плыву. Еще раз соперника с победой. Спасибо. Следующий вопрос, Алексей, пожалуйста. Игорь Валерьевич, тяжело было перестраиваться после Германии, Норвегии на серьезных хоккейках? Ну, соперника нужно всегда уважать, без разницы, серьезные или это Германия, Норвегия. Тогда и себя будешь уважать. Следующий вопрос. Микрофон, пожалуйста. Игорь Валерьевич, сегодня не было акулов и спеклоросов. В чем причина? Ну, у них заболевания. Они в больнице, поэтому сегодня играли те, кто были. Вы серьезно, они там, они будут или расслаблены? Нет. Следующий вопрос. Александр Вячеславович, сегодня не играли Евсеенко в Кудака. В чем причина? Ну, Дима вообще в поездку не поехал. Он накануне в поездке заболел. Ну, Саша, я думаю, свои семьи в следующем матче будут играть. Микрофон ввреждение было, но все нормально. И еще один вопрос. Как вы оцените игру тройки странскими резкими бумагами? Ну, они выходят четвертым звеном. То есть, игрового времени не так много, но они свою работу сегодня сделали. Самое главное, еще раз говорю, от этого звена требуется, чтобы они хорошо сыграли в обороне. Ну, и в свою очередь, Странский забил сегодня, у нас выходят в большинстве. Мне скажу, что очень конструктивно, но надежно. И довольны ли вы с состоянием команды в третьем периоде, физически? Выдержала нагрузку? Ну, учитывая, что мы играем с ИСКА, с быстрой силовой командой, и выиграли третий период. Можно и сказать, что довольны, но видно, что по некоторым игрокам тяжеловато немножко. Николай Валерьевич, на день переносит к лоуфу вам это пойдет? На большее, вообще, не нравится? Нет, ну... А митинг пойдет? Те ребята, кто приехали, и, конечно, им день отдыхают. Дополненный день, как в Уотфор. Поэтому... Ну, нам это, наверное, флюс. Коллеги, еще вопросы. Слав, микрофон. Александр Вячеславович, молодой Герасим вернулся из Астаны. Как оцените вы его до матча «Звездный босс»? Ну, матч в Астане был давным-давно уже. Он же говорил, что после Астаны он приехал. Немножко где-то, может, подустал. Но игра показала, что он был немножко валяжный. Ничего, парень молодой, поговорили. Вернулся обратно на землю. Игорь Валерьевич, находясь в сборной, как вы все-таки контролировали тренировочные процессы СССР? Как часто задавались и что вообще сделали именно по армейской тематике? Ну, и созванность там, я не могу сказать, что ежедневно. Но у нас есть график, есть наработанная система подготовки. Поэтому квалифицированные коллеги, кто занимался здесь, здесь, в принципе, я не вижу никаких проблем. Ну, по Марченко, он, если кто из чемпионов сегодня сыграл, понятно, у него не было практики особо. Тем не менее, твой же уставал, как сказать, так и тот же Сорокин. Нет, ну, Алексей, во-первых, он попросил сам, чтобы сыграть. Думаю, у него просто и такая спортивная злость накопилась. Естественно, что он там сегодня не был в активальном состоянии, но почему нет? Во-вторых, во-вторых, у нас состава не было полного. И Алексей, я думаю, что пользу определенно принес команде, естественно, результат, не тот, на который мы рассчитывали. Но здесь я считаю, что он должен был играть, тем более сам просил.